Всем привет друзья, с вами Андрей и сегодня в выпуске вас ждет космическая гонка миллиардеров, которая выходит на финишную прямую. Тесла представила обновленную модул S-Plate с запасом хода 628 километров. В Австралии разработали персональный электровертолет Коптер Пак. Китайцы представили концепт электромобиля Geely Vision Starbust, чей дизайн вдохновлен космосом. На эти темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Присоединяйтесь к нашему каналу, устраивайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра, ну а мы начинаем. Космическая гонка миллиардеров выходит на финишную прямую. Джефф Безос, нынешний глава Amazon и Blue Origin, объявил на днях, что намерен подняться в космос на собственной ракете 20 июля. Если у него получится, он станет первым владельцем частной космической компании, кто отважился на такой шаг. Но эти лавры у него может отнять другой миллиардер, британец Ричард Брэнсон. Он готовится совершить свой полет на своем космоплане на две недели раньше Безоса. Джефф Безос сообщил, что 20 июля он и его брат Марк, вместе с победителем аукциона за первое оплаченное место, совершат свой первый пассажирский рейс на космическом корабле. Туристический супорбитальный полет обойдется будущему пассажиру почти в 3 миллиона долларов. Ракета-носитель New Shepard забросит многоразовую пассажирскую капсулу на 100-километровую высоту. В распоряжении космических туристов будет всего 10 минут. За это короткое время они смогут поплавать в невесомости и убедиться в том, что Земля действительно круглая. Завершающий этап полета – приземление спускаемой капсулы с помощью парашюта. Успешное завершение полета будет означать, что Джефф Безос обошел своих главных конкурентов в сфере космического туризма – Илона Маска и Ричарда Брэнсона. О том, что интерес к коммерческим полетам невероятно высок и сулит в будущем их организаторам многомиллиардные прибыли, свидетельствует количество участников конкурса за право стать участником первого полета. Их количество составило 6000 претендентов из 143 стран. Ричарда Брэнсона компания Virgin Galactic планирует отправить в испытательный полет 4 июля. Компания начала вынашивать эти планы еще раньше Безоса, как только узнала, что Бло Риджин собирается отправить первый экипаж ракеты New Shepard. Это произошло 5 мая, а Безос рассказал о своей мечте о космосе в видеообращении месяц спустя, в начале июня. «В настоящее время мы не утвердили дату нашего следующего полета», – заявили представители компании Virgin Galactic. И добавили, что полет Брэнсона может состояться летом, как и отдельный испытательный полет четырех специалистов программы, сотрудников компании, которые станут пассажирами космоплана. Ранее компания утверждала, что Брэнсон полетит после специалистов, но теперь пиар-служба умалчивает, какой из полетов состоится сначала. Легко можно представить себе такого рода перестановку, или что Ричард Брэнсон займет одно из четырех кресел в качестве испытателя. Брэнсон и раньше проявлял склонность к рискованным авантюрам, к тому же он явно верит в свою космическую программу. А полет самого владельца послужит хорошей рекламой для будущих клиентов. Первые 25 клиентов получили ключи от усовершенствованной Model S Plate во время торжественного мероприятия, которое Tesla устроила по случаю выхода новой версии самого скоростного электромобиля. За 130 тысяч вечно зеленых владелец получает возможность разгоняться до 100 км в час за 1,9 секунды и проехать на полном аккумуляторе 628 км. Ответ на вопрос, зачем ездить так быстро, дал глава Tesla Илон Маск. Мы должны показать, что электромобиль без сомнения лучший автомобиль. Должно быть ясно, что машины на чистой энергии самые быстрые, самые безопасные и самые потрясные с любой точки зрения. На днях компания сообщила, что прекращает выпуск самой дорогой версии Model S, которая носила название Plate+. Ее цена стартовала от 150 тысяч, а запас хода составлял 837 км. На мероприятии Маск расхваливал инженерные достижения модели, называя их инопланетными, но подробно на деталях не останавливался. По его словам, Tesla собирается вскоре начать выпускать по несколько сотен Plate в неделю, а в следующем квартале, возможно, нарастит объемы до 1000 единиц в неделю. Это первое крупное обновление Model S со времени появления седана в 2012 году. Внешне дизайн остался почти неизменным. Салону сделали серьезную перетяжку. Теперь у модели есть горизонтальный сенсорный экран, как у Model 3 и Model Y, но гораздо больше – 17 дюймов с уменьшенной рамкой. В отличие от Model 3 и Model Y, позади руля цифровая приборная доска. Позаботились дизайнеры компании и о пассажирах второго ряда. Теперь там стало просторнее. Появился третий экран между передними креслами и беспроводные зарядные устройства для телефонов. Информационно-развлекательная система Model S Play тянет видеоигры категории 3A, а также все остальные доступные сервисы вроде Netflix или Spotify. По мнению Маска, теперь там будет как в домашнем кинотеатре. Многое изменилось и под капотом. Седан приводит в движение новая трехмоторная силовая установка, которую Tesla сперва начинала разрабатывать для второго поколения Roadster. Вместе три мотора выдают около тысячи лошадиных сил и позволяют развивать скорость до 320 км в час. Правда, только если автомобиль оснащен определенными колесами и шинами, которые будут доступны позже в 21-м. Также Илон коротко остановился на штурвале вместо руля, заявив, что такая форма обеспечивает лучший обзор, но не упомянул, что можно заказать и обычный руль. Еще он рассказал про новую функцию, которая позволяет автопилоту автоматически определять режим движения. Вперед, назад, нейтралка или парковка. В Австралии создали альтернативу работающему на керосине реактивному ранцу. Это двухмоторный индивидуальный электровертолет, который крепится на спине. Несмотря на внешнюю громоздкость, на самом деле он очень надежен и легко управляем, как заявляют разработчики. Два несущих винта диаметром 90 см соединены между собой штангами из углеводородного волокна. Они закрепляются на спине каркасом, в котором также размещены несколько блоков с аккумуляторами, два плоских подлокотника и система ручного управления. Стабильный управляемый полет обеспечивает схема поворота роторов, формирующая вектор тяги. После вертикального взлета пилот переводит несущие винты в нужное положение, чтобы передвигаться вперед или совершать повороты вправо-влево. Из-за небольшого размера блока питания вертолет не может долго находиться в воздухе. По мнению экспертов, сейчас у вертолета имеются серьезные проблемы с обеспечением безопасности. В случае отказа хотя бы одного двигателя падение неизбежно, поэтому высота полета должна быть ограничена 15 метрами. Оказывается, китайский автопроизводитель Gili способен выпускать не только приземленные бюджетные автомобили, но и космические концепты. На днях компания представила концептуальный электромобиль Gili Vision Starbust, при создании которого дизайнеры бренда в буквальном смысле слова вдохновлялись космосом. Новая философия дизайна получила название Expanding Cosmos. Именно она будет использоваться при создании будущих автомобилей Gili для новой цифровой эпохи. К сожалению, авторы концепта не раскрыли его технические характеристики, включая мощность и запас хода, но дали понять, что перед нами электромобиль, а не ДВС модель. На этом я буду заканчивать, друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно ставьте ему лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Не забывайте оставлять комментарии внизу под видео и подписываться на все наши полезные ресурсы. Все ссылки вы найдете в описании. Ну а на сегодня все. С вами был, как всегда, Андрей. Я желаю вам отличного настроения. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok